Победим серьезную социальную проблему вместе. В рамках акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, он отмечается 24 марта, в Улжском организована работа передвижного флюорографа. Проверить состояние своих легких здесь могут все желающие. Сделать это в особом порядке медики призывают тех, кто не проходил подобное обследование в течение последних двух лет, а также лиц без определенного места жительства. Репортаж Людмила Кухаревой. Передвижной рентген-кабинет Екатерина Николаевна оценила на практике. Уже четвертый раз она проходит здесь обязательное ежегодное флюорографическое обследование. Надо к врачу идти, пока талончик возьмешь, пока подождешь. А здесь уже по бегущей строке узнала, что можно прийти. Сама я пенсионерка, инвалидка второй группы. Так что я думаю, что удобно вот это мне. Пришла, сделала сразу, и через два дня ответ готов. Никаких очередей на обследование нет, но мобильный флюорограф и не пустует. За полтора часа работы медики приняли почти четыре десятка пациентов. Это и молодежь, и пенсионеры, и люди средних лет. Очень часто среди желающих проверить состояние легких оказываются бездомные. Как бы мы ни считали, что они без определенного места жительства, но слушают информацию и заинтересованы своим здоровьем. Конечно, у лиц более ведущих асоциальный образ жизни чаще выявляются, причем формы довольно-таки запущенные. Но в группе риска не только наркоманы и алкоголики. Как утверждают медики, возбудитель туберкулеза Палочка Коха к 30 годам имеется в организме каждого человека. И, как говорится, ждет своего часа. Поэтому обследование работников предприятий, студентов и школьников с помощью передвижного рентген-кабинета в Урском уже привычное дело. Не всегда сотрудники заводов каких-нибудь, колледжей самостоятельно пойдут в поликлинику для того, чтобы пройти флюорографию. А вот провести массовое флюорографическое обследование организованного особенно населения, и существуют такие флюорографы. Последние три года в Урском наметилась устойчивая тенденция к снижению заболеваемости. Но это совсем не повод отказываться от профилактики, уверенно заявляют врачи. Мы думали, конечно, в прошлом веке, что туберкулез победили, но сегодня мы понимаем, что это не так. Взаимоотношения с ним сложные, требуют определенных усилий. И одним из направлений является профилактика. А лучшей профилактикой у нас сегодня на территории России – это флюорография. Флюорографические обследования должны быть регулярными, не реже одного раза в год. А еще в качестве эффективных профилактических мер медики называют воспитание санитарной культуры населения. Заразиться можно любым путем. Воздушно-капельным путем, контактно-бытовым путем. Соответственно, здесь должна быть высокая санитарная культура каждого конкретного человека. А этому нужно учить детей с раннего возраста. Людмила Кухарева, Андрей Истомин, телекомпания «Ахтуба».